С вами Израиль Кузьмин. Надоело мне на эту камеру записывать видео. Очень некачественный звук и картинка посредственная. Так что давайте сразу же в таком формате нашем, одном из наших форматов. Несмотря на то, что я из психбольницы с дневного стационара выписался, я все равно там наблюдаюсь чуть ли не пожизненно. Соответственно, зачем я прихожу? Осмотр врача-психиатра. И мне выдают по программе государственной особым лицам, как говорится, по связи, не по связи, абсолютно без связей, бесплатно рецепты на бесплатные, соответственно, лекарства. Лекарства. Лекарства у меня было 6 видов, сейчас 5. Вкратце, на что жалуемся? Боюсь людей, зажатый, стеснительный очень сильно. Все время было ужасное состояние, ужасное. Даже несмотря, когда я там в какой-то стутцовке нахожусь, у меня все равно скованность и ужасное вот это вот состояние. Это невозможно, конечно, так все время. Я мучился-мучился там с детства, и так сказать, уже сил-то вообще, ну, здесь детство сколько можно еще мучиться. Поэтому 5 разных лекарств, было 6, сейчас 5. Потихонечку вот такие сильные, что мне аптекарша, ой, говорит, чего же это вам такого прописали? Там они даже специального синего цвета, чтобы не перебудать, есть они такие препаратики. Но, значит, не суть важная, сегодня я получал этих лекарств. Посмотрим. Значит, шизофрению, кстати, еще ими лечат. Я сегодня опять там ждал врача в очередной раз. И моя подружка из предыдущего видео, вы уже слышали, одного из предыдущих видео про психушку, 36-летняя барышня, которая говорила, что она лундик, у нее настроение было менялось, что она ходит как вялая колбаса, то она такая бодрая, говорит, почему вы не радуетесь, не улыбаетесь, давайте все за руки держаться, давайте это, давайте это, 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 значит, значит, я с ней сегодня опять повстачался и прифигел. Прифигел. Так, не забывайте про лайки, комментарии, подписки. От чего я прифигел? Значит, она, ну, абсолютно, то есть ее лечат галлоперидолом уже, то есть она, ну, явно там что-то шизофрения, может, какое-нибудь расстройство личности, может быть, биполярное расстройство тоже имеет место. Гранта тихо, не мешая видеофрагменты записывать. И, соответственно, она меня удивила. Во-первых, она рисует картины, картины я посмотрел, в общем, одну я даже не запомнил, а вторая там была, Гранта не мешай, девочка нарисована, которая ездит, едет на велосипеде, как раньше были. У него маленькое колесо спереди, а большое сзади, но, правда, раньше наоборот были велосипеды, совсем там, можно сказать, до революции первые вот эти вот. И у этой девочки очень странные волосы. Ты можешь замолчать? У этой девочки очень странные волосы. Они до края идут по прямой, до крайнего угла правого, ну, не угла, точнее, до правого края. И очень странно они идут. В общем, ладно, она не столько этим меня удивила, потом она еще говорит, показывает мне какие-то образы, луки, я думаю, что такое, такие качественные, профессиональные. Так она, оказывается, работает стилистом в центральном бутике, в центральном офисном центре, самым крутом у нас в городе Екатеринбурге. Это вот сравнить сумму, только там, а нет, это даже уже не бизнес-центр, короче, торгово-бизнес-центр Европа, ребята, Европа. Одно слово, сколько, как говорится, этих от него раздается фрагментиков. И, короче говоря, она, оказывается, вообще суперизвестный, ну, точнее, суперкрутой человек. И она у Рогова супердизайнера в Москве училась, сказала, что она от мужа-тирана сбежала из Москвы. В общем, это человек потрясающий, хоть она и суперсумасшедшая, но она на своем месте, как говорится, в свое время, на своем месте и так далее. Что еще забыл сказать? Вот пока мы с ней общались, к нам, рядом с нами стоял парень, который все время туда-сюда ходил, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. То есть у него такая бешеная неусидчивость из-за препаратов. И он такой, знаете ли, дождался, когда я отвлекусь от разговора с этой девушкой, женщиной, и давай-ка к ней, можно сказать, подкатывать. Говорит, ой, а вы стилист, а дайте, как вас зовут, дайте ваши контакты, ух ты, ух ты, а я тоже увлекаюсь модой. Знаете, он говорит, вот я тоже штаны подобрал и футболку себе. Там была замусоленная, страшная, грязная, ну, имеется в виду простецкая деревенская футболка. Не страшная, может быть, простецкая деревенская. Она так его осадила тоже по-сумасшедшему, говорит, что так резко, а знаете, что, ну, это не совсем подходит и так далее. Что вот такие там, на движениях все ребята. И он сказал, что я к вам обязательно приду. Ну, я так понимаю, он собрался ее замуж брать. В общем-то, я не претендовал на эту женщину. Вы сами знаете, у меня вот предыдущее видео про свидание было. Я как бы по-разному, по-другому совсем. Ну, все, вот это вот договорил и так, хватит. Это все, что я о психушке. Сегодня такой отчет гранта мешается, тем более, очень сильно. Не забывайте обо всем, проявлять активность. С вами был Израэль Кузьмин. Кстати, ТГ-канал Круги Израэля тоже не забываем. Где-нибудь куда-нибудь я его там добавлю. Пока всем! ТГ-канал Круги Израэль Кузьмин.